Привет всем! В студии Алексей Мартынов и это передача Ставропольского государственного аграрного университета «Студент.АУ». Здесь мы рассказываем обо всем, чем жил наш вуз. Ставропольские хлеборобы свой главный праздник, день урожая, отметили выставкой достижений. Удивляли богато накрытым столом и щедрыми караваями. Все посмотрела, оценила и попробовала наша съемочная группа. Вот этот рок изобилия смело можно назвать символом выставки. О богатом ставропольском урожае свидетельствует не только эта декоративная кулинария, но и ломящиеся от вполне настоящих угощений столы. Каждый район края представил на выставке такой своеобразный отчет о ненапрасно проведенном лете. Не зря поработали и студенты аграрного университета. Практика, проведенная на полях учебно-опытного хозяйства, дала прекрасные плоды. Представлены на выставке и разработки ученых аграрного. Гости праздника их с удовольствием рассматривали и отмечали, что за такими открытиями будущее сельхознауки. Ну а настоящие продовольственные корзины Ставрополья за выпускниками аграрного университета. Валентин Панасенко, к примеру, представил на выставке ставропольскую вариацию известной обердин-ангузской породы коров. На сегодняшний день в мире распространенная мясная с отличными вкусовыми и морфологическими свойствами мяса, значит, отличная оплата, самой лучшей оплатой корма, обмускеленность, выход мяса от кости, выход туши. И пока такие люди отвечают за то, чтобы полки магазинов и прилавки рынков не опустили, можно с уверенностью говорить, что продовольственная безопасность страны в надежных крестьянских руках. Лаборатория будущего – место, где пробуждается креативность и где инженерные мечты находят свое воплощение. Это результат цифровой революции и это же новая лаборатория аграрного университета. Там, где будущее не только куется, но и вырезается и даже печатаясь на 3D принтере, побывала Мария Прилипко. Нужен мне новый механизм, который работает как-то по-другому. Опять же, я его спроектировал, сделал трехмерную модель, напечатал, все, он работоспособен. То есть, я могу собирать любые механизмы, которые мне интересны, которые мне нужны. Чтобы задумки ставропольских инноваторов нашли свое воплощение, ученые аграрного университета Егор Кулаев и Денис Калугин постарались на славу. Прежде всего, увлекли идеей создания центров АБЛАП Министерства экономического развития России и получили грант в 9 миллионов рублей. Затем нашли поддержку руководства ВУЗа и вот лаборатория открыта. Для того, чтобы эскизы превратились в готовые изделия, здесь размещено самое современное оборудование, общей стоимостью 15 миллионов рублей. Здесь обещают перевести в цифру весь процесс производства. Теперь ставропольцы увидят, что не только музыка и фотография бывают цифровыми. То есть, он все манипуляции, все творчество делает на компьютере, за него остальное все сделает машина. В этом центре молодежного инновационного творчества рады будут видеть не только студентов аграриев, но и школьников. Для них будут организованы специальные занятия, на которых научат пользоваться всей этой дорогостоящей и ультрасовременной техникой. И главное – мыслить как настоящие инженеры. Вся молодежь, инновационная молодежь, которая желает сегодня видеть себя настоящим инженером, быть богатым инженером в полном смысле этого слова интеллектуально, она здесь может буквально все в считанные дни понять. Пройти со своей идеей и потом эту идею воплотить в жизнь. Вот так выглядит станок для лазерной резки. На нем молодые инноваторы делают заготовки своих будущих проектов. Ну а мы воспользуемся своим служебным положением и вырежем новый логотип передачи студент-ау. Для запуска достаточно нажать кнопку «Пустар». Интересно, что у нас получилось. Все получается и у волонтеров центра «Фаблаб». Студенты-инженеры первые научились работать на всех станках и уже готовы давать уроки по их освоению. А еще, что немаловажно, теперь обрели уверенность в собственном профессиональном будущем. Я уверен, что этот неоценимый опыт поможет мне в будущем стать современным, высокооквалифицированным инженером и внести свой вклад в техническую модернизацию нашей страны. За год работать на этих сложных машинах научатся шесть сотен школьников. И за это время их интерес наверняка сместится от создания фигурок любимых персонажей либо чехлов для мобильных телефонов к решению сложных инженерных задач. А мы умножаем не только производственные возможности, но и деловые контакты. На прошлой неделе ВУЗ заключил соглашение о сотрудничестве с организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Подписание соглашения стало своего рода документальным закреплением давних партнерских отношений ВУЗа и организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Сотрудничество Аграрного Университета с организацией началось четыре года назад, сразу после ее создания. Причем, как отмечают обе стороны, совместная работа далека от формальной. Примечательно то, что в очередном очередном «Опора России» это предприниматели-выходцы из стен этого университета. Сегодня выпускники этого университета, как практикующие эксперты, встречаются со студентами этого же университета. Партнерство открывает массу возможностей для предприимчивых, умных студентов и молодых ученых ВУЗа, начиная от передачи опыта бизнесменов до трудоустройства и развития собственного бизнеса. Аграрный университет и «Опора России» также планируют объединить усилия в развитии ряда направлений. В частности, это касается коммерциализации научных разработок и проведения совместных научно-практических бизнес-форумов, конференций и круглых столов. День рождения на прошлой неделе отметил Ленинский район города Ставрополя. Но подарки на этот раз получал не именинник, а гости. Подробности в нашем сюжете. Первый презент был преподнесен с самого утра. Чести быть занесенным на доску почета Ленинского района Ставрополя удостоился ректор Аграрного университета Владимир Трухачев. Ежегодно на доску почета размещают самых достойных людей и коллективы района. На церемонии говорили, что это способ отметить настоящих профессионалов своего дела, отдающих все силы на процветание Ленинского района. Мы по-настоящему рады, что наш ректор попал на доску почета Ленинского района. И мы по-настоящему гордимся нашим ВУЗом. А кульминацией празднования стало торжественное собрание. На нем вручили памятные дипломы тем, кто добился высоких результатов в производстве и социальной сфере, а также специалистам в области образования, культуры и искусства. Коллективом года признан Ставропольский государственный аграрный университет. Это все на сегодня. До встречи на следующей неделе. Поступайте правильно. Поступайте в Аграрный университет. Продолжение следует...